Это сирена. Громкие ЧП за неделю. Страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Смешались свиньи и люди. Под Бобруйском опрокинулась фура. Получило ни за что. Следователи завершили расследование о нападении на соцработника. И рыбаки-неудачники. Пенсионеры попались на удочку. Мы начинаем. Писк, удар, стресс. В четверг под Бобруйском на бок упал грузовик одного из предприятий города. Счет пострадавших мог пойти на десятки. В четверг в 14.20 на транспортной кольцевой развязке под Бобруйском опрокинулся грузовик. Внутри, помимо водителя и экспедитора, находилось 60 свиней. При повороте на Фондоковский мост машина потеряла управление и опрокинулась. К счастью, ни люди, ни живой груз не пострадали. Груз живой. Он не закреплен. Его невозможно закрепить. Инертный. Вполне возможно, что водитель просто не выбрал безопасную скорость при совершении левого поворота. Еще одно необычное ДТП произошло на дороге в четверг. На перекрестке возле Славянки велосипедист врезался в заднее крыло автомобиля. Как рассказала водитель иномарки, при завершении маневра на желтый сигнал светофора, в заднюю часть ее автомобиля въехал мужчина на байке. При столкновении пострадало лишь крыло Митсубиси. По поводу велосипедистов. Друзья, пожалуйста, просто слезьте с велосипеда. Я понимаю, что через каждый квартал не сядешь, не слезешь. Но если уже вы куда-то приезжаете и видите мигающий желтый, остановитесь. Госавтоинспекция напоминает пешеход и водитель – два равных участника дорожного движения, ПДД для которых общий закон. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруськ, 360. Это то, что попало в объектив наших камер. А далее все, что сняли вы. А 16 января в половину седьмого вечера в Могилевском районе на 12-м километре трассы, связывающий областной центр Бобруськ, грузопассажирский микроавтобус «ГАЗ» под управлением Могилевчанина сбил 59-летнего пенсионера, жителя деревни Селец. Пешеход переходил дорогу в неустановленном месте и, несмотря на темное время суток, не имел на одежде света возвращающих элементов. По предварительной информации, он еще и находился в состоянии алкогольного опьянения. С тяжелыми травмами мужчина госпитализирован. Еще одно ЧП с авто, но в этот раз машина попала не в ДТП. Ее украли. Кому понадобился неприметный ВАЗ, оперативно определили правоохранители. Сообщение об угоне поступило 18 января. Машину увели прямо со двора по улице Гоголя. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска в тот же день подозреваемые были установлены. Ими оказались трое жителей Бобруйского района. Предварительно установлено, они путем повреждения замка зажигания похитили автомобиль ВАЗ и спрятали его в лесопосадке в Бобруйском районе, тщательно замаскировав ветками. Автомобиль уже вернули владельцу. Следователями возбуждено уголовное дело. А действием подозреваемых дана правовая оценка. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела. По информации следствия, днем 31 октября социальный работник пришла по месту жительства пожилого мужчины, которого посещала с целью ухода за ним. В квартире находилась 47-летняя дочь мужчины и ее 51-летний сожитель, который проживал с пенсионером. Гражданский супруг в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения и начал вести себя агрессивно по отношению к соцработнику. Мужчина выражался нецензурной бранью, а затем взял в руки нож и стал угрожать женщине. Она выбежала на улицу, чтобы вызвать сотрудников милиции. Мужчине предъявлено обвинение. В ходе изучения личности обвиняемого установлено, что он злоупотребляет спиртными напитками и за последние 4 года 32 раза привлекался к административной ответственности. Вечером 21 января на пульт спасателей поступило сообщение о загорании авто по улице Лепешинского. Когда спасатели прибыли, наблюдалось горение легкового авто прямо в гараже. Ликвидировали пожар за несколько минут, однако от огня пострадал автомобиль и имущество в гараже. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при проведении ремонтных работ. К слову, в начале недели в стране стартовала акция «Безопасность в каждый дом». Цель, которая еще раз напомнить гражданам о мерах пожарной безопасности в жилье, с чем человек может столкнуться и как избегать опасности в целом. На втором этапе, который пройдет с 4 по 12 февраля, акцент будет сделан на работу с одинокими, одинокопроживающими и пожилыми людьми – пенсионерами. Специально для этого спасатели отправятся в отделение дневного пребывания на базе территориальных центров социального обслуживания населения. Профилактические беседы, демонстрации, видеофильмов, викторины по ОБЖ, концертная программа, яркая, наглядная изобразительная продукция и даже дискотеки – неполный список того, что войдет в арсенал обучения работниками МЧС. Солидный улов и еще более солидный штраф. Супруги пенсионера накануне попались на незаконной ловле рыбы. Цена вопроса – 5 судаков и 12 лещей общим весом около 25 килограммов. В отношении семейной пары начали административный процесс по статье «Нарушение правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства». За это им грозит штраф в размере от 20 до 50 базовых величин, а это от 540 до 1350 рублей. Также горе-рыбакам придется компенсировать ущерб, причиненный природе, а он оценен в 64 базовые. Это была «Сирена». Но больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Риянс. Увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok